Еврокомиссия начала второе антимонопольное расследование в отношении американской компании Amazon за злоупотребление доминирующим положением на рынке онлайн-торговли. Как уточнила во вторник замглавы Еврокомиссии Маргарет Вестагер, Брюссель направила американской компании официальное послание со списком претензий в рамках первого расследования, начатого еще в июле 2019-го. Amazon незаконными средствами препятствовал честной конкуренции на онлайн-рынке розничной торговли. Еврокомиссия решила начать второе расследование в отношении компании и ее бизнес-практики. Мы пришли к предварительному заключению, что Amazon злоупотребляла своим положением в качестве торговой платформы и площадки по предоставлению услуг в Германии и Франции, а также в качестве крупнейшей онлайн-платформы Евросоюза. Речь, в частности, идет о том, что Amazon предоставляла больше видимости на платформе и другие незаконные преференции собственным товарам по сравнению с товарами независимых продавцов. Мы, естественно, приветствуем этот шаг. У нас на руках давно имеются доказательства монополистического поведения Amazon, так что Еврокомиссии давно было пора вмешаться. Маргарет Вистагер надеется на скорейший юридический ответ от американской компании. В Брюсселе не ждут, что новое антимонопольное расследование против Amazon осложнит отношения с США, на улучшение которых здесь надеются после победы Джо Байдена. Это коммерческое расследование подчеркнуло вице-председатель Еврокомиссии. Оно не имеет политической составляющей. Антимонопольные нормы ЕС предусматривают обложение компаний-нарушителей штрафами в размере до 10% от их годового оборота, то есть в случае с Amazon сумма может превысить 17 миллиардов долларов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!